Я хочу рассказать вам сегодня о удивительных явлениях в истории искусства, о преодолении. Целое поколение, это были графы, венгерские дворяне, очень высокие такие дворяне, Зичи, целое семейство, они занимали многие знаменитые посты из истории Европы, выдающиеся деятели. Вот был такой мальчишка, Геза Зичи. Он, когда начал учиться играть на рояле, выяснилось, что он гений, невероятный пианист. А вот когда ему было 14 лет, он участвовал в охоте, вы знаете, графы, дворяне, они часто участвовали в охоте. А родился этот мальчишка, сразу скажу, еще в 1849 году. Так вот, во время охоты случилось несчастье, он потерял правую руку. Но Геза Зичи не перестал играть на рояле, не оставил занятия музыкой, и, видимо, стал первым в истории музыки однородким пианистом. Ему повезло в остальном, он был очень богат, аристократ, дворянин, и его концерты не ставили своей никакой другой целью, только благотворительная цель. Он выступал в салонах мира, и одним из лучших его друзей был гениальный Ференс Лист. Так вот, вы знаете, он, Геза Зичи, сделал переложение знаменитого ракоцемарша для исполнения в три руки, то есть две руки гениального Листа, и одной рукой играл Геза Зичи. И он играл левой рукой всю партию баса, мышных голосов. Кстати, он был на гастролях в Санкт-Петербурге в 1889 году, и его концерты прошли при полных залах, при полных потрясениях, при потрясающих отзывах. Вот такая удивительная жизнь. А умер он в Будапеште в 1924 году, в Гезе Зичи. Я должен вам сказать еще одну вещь, что он в Будапеште был президентом музыкальной академии, то есть самым уважаемым, самым удивительным музыкантом. Прошли годы в городе Вене в 1887 году в семье крупного, тоже богатого магната Карла Витгенштейна принялся сын. И опять выяснилось, что Пауль гений. Он чудо-ребенок. Он начинает играть очень рано, и когда ему 14, 15, 16 лет, а дебютировал он вообще в 13-м году в Вене, тогда сколько ему было, да-да-да, совсем немного, уже все поняли, что перед ними гениальный музыкант, совершенно гениальный. И он должен был всю свою жизнь быть одним из самых великих, прославленных пианистов, в самой элите фортепианной. Но на следующий год, после 13-го, в 14-м году, началась Первая мировая война, он ушел на фронт, был ранен и потерял правую руку. После этого мысли были только одного типа, самоубийство. Он никого не понимал, но создал темноте во мраке. И обращался с музыкой, которую мы никогда больше не играли. И вот появляется в его доме французский композитор Морис Равель. И говорит, дорогой Пауль, «Тебе предстоит объехать весь мир с твоими фортепианными концертами». Пауль Бенгейштейн воспринял это только как издевательство, как смеет Морис Равель говорить о концертирующем рояле, о карьере пианиста, если он только с одной левой рукой. «Я написал для тебя концерт», — говорит Морис Равель, «концерт для левой руки». «Но только я не пожалел тебя. Ты будешь играть левой рукой, но должно все звучать, как будто бы у тебя не две, а пять, семь рук. Я написал концерт для настоящего великого пианистиста, который левой рукой может сыграть то, что другой великий пианист будет играть двумя руками». И произошло чудо. Пауль Бенгейштейн так освоил игру левой рукой, что по-прежнему остался одним из самых величайших пианистов 20 века. Все то, что он играл, можно сопоставить с игрой пианиста с двумя руками. Он обвязил всю Европу, Америку, он играл с крупнейшими оркестрами, он преподавал, он исполнял концерт Равеля в Бостоне со знаменитым оркестром. С 1938 года он поселился в США и продолжал преподавать и в консерватории в Манхэттен-Вилле, и в Филадорфийской музыкальной академии. Ему было присвоено звание доктора музыки, он написал школу для левой руки, которая вышла в Лондоне. Это уникально. Но я сейчас хочу, чтобы вы прошли тот первый путь, который прошел Пауэль Вильгельштейн от депрессии в связи с великой трагедией. Было силу, потрясение. Я хочу, чтобы вы услышали фрагмент концерта для левой руки Равеля. Вот начнется концерт, и еле слышно, потому что там низкие инструменты звучат. Какой-то трофагон. Рак. Темень. Одиночество. Как будто бы потусторонний мир. И вот постепенно, постепенно начинается просветление. И вдруг в это просветление, как выход из депрессии, выход из кошмара, вступает пианист. Воля. Призыв. Он играет одной рукой. Не забывайте ни на секунду, это игра одной рукой. Вы немедленно забудетесь. Это потому что трудно поверить, что это можно играть. Вот такую музыку. Левой рукой. И услышите сейчас, как это будет происходить. Зачем будет совсем еле слышно, потому что Равель начал с пиани, и с четырех пиана. Вы послушайте, пройдите этот путь, когда рояль пробуждает оркестр. Как молния из мрака, как гигантская воля поднимается музыка в мир. Слушайте. 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 Даже трудно поверить, что в этот смертный мрак придет воля, сила, жизнь, красота, любовь. Слушайте. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Природа, любовь ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слушайте, какая красота, как картины великих художников Гармония, пленэр воздух, французская тонкость И мотив Тата, который был мотивом воли, становится мотивом мягкости и любви Вот это все безумие играется одной левой рукой Субтитры создавал DimaTorzok Идет новый образ скерцозный, как бы шуточный, подвижный Субтитры создавал DimaTorzok Слышите, как мазки художника-импрессиониста Все время новые тембры Игра красок, игра звуков, ритмов, причуды ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы, наверное, слышали, что Морис Равель, гениальный француз Был не чувств к идеям джаза Но целая часть в скрипичной снате, посвященной джазу И здесь есть элементы джазового мышления Удивительно богатые аккорды и феноменальные ритмы Это то, что художники называют пленером Воздух, открытый воздух Все пронизано солнцем, радостью, запахами, тончайшими вкусами и привкусами КОНЕЦ Когда слышишь эту музыку, трудно поверить, что еще совсем недавно Был смертный ужас Который нужно было преодолеть Во всей музыке все время ощущается улыбка Те, кто любят болеро Равель, одно из самых популярных симфонических произведений Могут услышать стиль Равеля с его обостренными ритмами Постоянными ритмами КОНЕЦ Если кто-то только что включился на нашу программу, напоминаю Эта музыка написана для однорукого пианиста Только для левой руки Все эти пассажи, вся эта виртуозность только одной рукой Опа КОНЕЦ ЭТИ И Этиль Субтитры сделал DimaTorzok И опять возвращение того же мотива воли, только теперь звучит праздничная, торжественная победа над всем, победа над ужасом, над смертью. Слышите? Слышите, сколько воздуха, сколько радости. Какое чудо! Солопианист Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Во время Первой мировой войны, и он думал только о самоубийстве, но Морис Равель, а потом, кстати, и великий Сергей Прокофьев сделали так, чтобы он всю свою жизнь концертировал по планете, как один из величайших пианистов. Они написали музыку для левой руки. Морис Равель пришел к нему и сказал, ты обездишь весь мир. Так оно и случилось с концертом Равеля. Но, повторяю, Равель не пожалел пианиста. Он написал концерт для левой руки так, как будто бы у пианиста много рук, даже не две. И когда мы слушаем, мы с трудом можем постоянно держать в памяти и в ощущениях, что это музыка для левой руки. И мы слышали сегодня в первой половине программы, как из мурака, из темноты, из смерти начинался выход, и появился пианист, который сразу в своем ступени обходил всю клавиатуру рояля, огромный поток энергии, потом мотив воли, та-там, 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 пробуждал оркестр, переворачивал весь огромный оркестр, который недавно еще играл смертную музыку, и оркестр поднялся. Затем пленэр, любовь, красота, гармонии, ритмы, танцы, джазовый эпизод, ведь Равель в значительной степени испытал влияние джаза, который тогда входил в моду и поражал весь мир и всех, кто умел слышать. И Дворжик, гениальный славянский композитор, заразился этими джазовыми идеями. Мы с вами услышали уже почти весь концерт, нам осталось всего 4 минуты, после всего этого музыка становится торжественной, ее окончание, напоминает окончание всех великих концертов, которые играют пианисты двумя руками, и вот эта последняя энергия радости, победы. И тут кто прослушает не раз в своей жизни концерт Равеля для левой руки, портепианный концерт номер 2 для левой руки, знает, что это модель, еще одна великая музыкальная модель выхода из депрессии, вера в свои силы. Та-там! Победим! Слышите последние минуты концерта, еще раз напоминаю, только левой рукой играет пианист, но вот сейчас вы слышите, как мотив, которым пианист в начале концерта пробудил весь оркестр, вышел, выбил себя из смерти, из смертных ужасов, мук и мыслей, и начал распространять в мир совершенно невероятные ароматы чувств, чувственности, красоты. И вот они, последние минуты торжества в этой музыке. Послушайте, как завершится концерт Мариса Равеля для левой руки. Начинается соло, каденция пианиста. Не забудьте, что все сейчас будет играться левой рукой. Большинство пианистов не могут это сыграть двумя руками. КОНЕЦ 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 Слушайте, какая чистота, покой и гармония после всего пережитого. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует... Слышите, вот так неожиданно, резко, дерзко, радостно, весело закончился концерт, начинавшийся с идеи смерти. Потому что нужно было не только вытащить пианиста Вильгельштейна из депрессии, однорукого гениального пианиста, который думал о самоубийстве. И нужно было пройти с ним путь любви, жизни, потрясения, радости. И вот этот концерт, девятнадцатиминутный концерт, это один из путей, повторяю, выхода. И я сейчас специально, вот после того, как те, кто подключились к нам позднее, услыхали вот это радостное, веселое, живое окончание концерта, эту игру пианиста одной рукой, эту свободу движения, мышления, виртуозность. Я хочу, чтобы вы просто вернулись к первым звукам концерта и услыхали, с чего это начиналось. Со смерти, из бездны, из глубины. Послушайте, вот так прислушайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Вот он, этот мрачный оркестр, абсолютно никакого выхода, никаких путей. И лишь улучив момент, пианист входит в этот мир мрака, и появляется идея призыва воли, силы. Я не устаю говорить об одном и том же в каждой из последних программ, потому что я веду большую переписку, и мои слушатели, и те, кто слушают давно мои программы, с самой середины февраля 2009 года, и сейчас, каждое воскресенье, и те, кто заходят на мой сайт и пишут мне письма через сервер.ру, и на сайт kazinik.ru или violinconcert.ru, пишут часто очень близкие, очень похожие друг на друга вещи. О непрессивности, о неверии в себя, с другой стороны, об открытии через музыку нового дыхания, ощущение веры, красоты, гармонии. И я теперь понимаю, что мне важно не столько образовать многих слушателей в области классической музыки, хотя это важно научиться слышать, а не просто слушать. У меня задача куда более серьезная. Я повторяю в который раз, дорогие мои друзья, великая классическая музыка отличается от всех остальных видов музыки, прежде всего, совершенно особыми вибрациями. Гении, которые способны писать такую музыку, получили ей энергию как дар, энергию грандиозного преодоления. И когда мы получаем эту музыку, написанную 300 лет назад, 250, 200 лет назад, 100, 50, 100 лет назад, музыку великих композиторов 20-го, недавно еще сравнительно прошедшего века, то мы через ее вибрации, через ее коды получаем настоящую, огромную энергию. Вы скажете, все ли получают энергию? Энергия идет ко всем, но принимают ее в себя, конечно же, не все. Эти великие структуры, великие энергии, они есть в музыке, они существуют в ней, но они будут тайными для того, кто не полюбил, не раскрыл, не зашел в храм, тот, кто не наполнил себя этой энергией. Моя задача всегда помочь, усилить волну, создать направленное волновое восприятие, потому что, повторяя главную идею всех моих встреч, выступлений и концертов, это гениальное творение искусства, это грандиозные передатчики. А мы приемники. Но эти приемники могут быть на старых лампах, не действующих для современной волны, не принимающих волны, могут быть испорченные, что-то случилось с ними, запылились, много пыли, или кто-то стукнул их в самом начале их технического творческого пути. Моя задача — раскрыть, наполнить энергией, задача — отремонтировать, если можно, и тогда начинается восприятие. Это восприятие приведет вас, глубокое восприятие, приведет вас к открытиям, к умению чувствовать себя, как творческая личность, поэтично, глубоко, научно, балансировано. Вы откроете для себя гармонию, невиданную гармонию этой музыки. Я хочу, чтобы как можно большее количество людей пришло к этому открытию. Представляете, в мире есть такое лекарство, такая сила, такая энергия, и как обидно знать, что есть люди, которые так и проживут жизнь, и никогда, слышите, никогда этого не поймут и не узнают. Вот почему сегодня мы тоже говорили о грандиозной энергии преодоления депрессии, о грандиозной энергии добра, о том, что гением дано это преодоление для того, чтобы... Субтитры создавал DimaTorzok